Одесса, 9 июня 2023 года. Ночь с 8 на 9 июня. В Одессе проходит беспокойно и напряженно, и вот почему. Примерно в час ночи, 9 июня, приходит сообщение, внимание, отмечены пуски ракет из района Каспия с бортов Ту-95МС. В час сорок в Одессе области звучит воздушная тревога. Воздушная тревога звучит во всех регионах Украины. Через несколько минут приходит сообщение следующего содержания. Ребята, там к ракетам из Ту-95 подняли еще 4 самолета МиГ-31К в небо Российской Федерации. Быстро в укрытие. Еще через небольшой промежуток времени приходят сообщения. Также сейчас в Черном море постановщик помех. Возможны будут пуски ракет с моря. Шахеды сейчас в нашей области не фиксируются. То, что вы слышите, это наши птички. Половина третьего ночи. Первые ракеты залетают через Запорожскую и Днепропетровскую область. Через время приходит сообщение, что работает ПВО в Киевской области, Днепропетровской и в Харьковских областях. В Винницкой и Житомирских областях также работает ПВО. Ракеты летят в сторону Ровенской области и Хмельницкой области. В западных регионах фиксируется работа нашей противовоздушной обороны. Ракетная опасность Ровенская, Тернопольская, Львовская, Ивано-Франковская, Винницкая, Киевская и Черкасская области. Там работает ПВО. Из сообщений, которые поступают, ракеты идут группами, они маневрируют, пытаясь запутать наше ПВО. Приходит информация, что зафиксированы две группы ракет, которые летят в сторону Николаева. Чуть позже они разворачиваются и летят в сторону Днепропетровской области. Там работает ПВО. В начало пятого ночи приходит информация, что сейчас в небе чисто ведется разведка. Скорее всего, скоро дадут отбой воздушной тревоги. 8 июня. Во многих телеграм-каналах приходят сообщения следующего содержания. В контексте активизации боевых действий на юге и по всей линии фронта логичным будет удар по Крымскому мосту, поскольку он используется российской армией для обеспечения логистики и подвоза боеприпасов. И примерно в 20 минут пятого утра приходит сообщение отбой воздушной тревоги. За время воздушной тревоги ракетных прилетов в Одессе и области зафиксировано не было. Официальная информация по ракетному удару по Украине появится ближе в 9 утра, с которой я вас постараюсь по возможности оперативно ознакомить. Моим дорогим соотечественникам и я желаю мирного неба, хорошего дня и даст Бог. До новых встреч!